Привет! Обращаюсь к Малдинову. Допустим, мы будем считать, что всё слышно. Допустим, если что-то не так, кто-то из моих друзей, скорее всего, брат, сейчас позвонит и скажет, да, Константинович, продолжай. А я сейчас обращаюсь к Малдинову. Почему? А сейчас пойму это. Не люблю терять время. Поехали. Мария Константинович, здравствуйте. Вы, наверное, в дороге, вот, или в саду ходите. А, сейчас. Да что-то. У меня из шести есть... Сейчас я останавливаю разговор, пока звонит мой брат. Алло, алло. Алло. Что-то я брата не слышал. Тогда что же делать-то? Брата не слышно. А он, наверное, должен сказать, продолжать расследоваться или нет. Тогда попробуем. Алло, слушай, брат. Алло. Вот вам и связь по WhatsApp. Попробуем теперь я позвонить. Алло. 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 Все, спасибо. Все, продолжаю. Алло. Так, Антон отозвался, все в порядке. Итак, у нас связи Шабалдинов. Один из самых моих верных друзей. Всем таких друзей. Поехали. Теперь тут не получается. Ладно. Мы еще раз попробуем. Оп, ты появилась, как раз я посмотрел там, где... Тих-тих. Да что ты будешь делать? Посмотрел там, где маленькая морозобоинка. Кля-кля. Но ее уже нету. Муравей ее все зажрали. Слышали? Все остались на персиках. Хоть один из сотни знает. Муравей едят с удовольствием. Особенно ущерба абрикосам этим не принесли. Ну а где чистые сарсеенцы вашего, годовалые, там нету тли. А где какое-то повреждение, там она появляется. Но муравей с ним исправляется. Вот. В общем, вы это считаете правильным или нет? На моем свое время тезь принес из леса. Вот. Насеял. Призимовали все отлично. Вот. Привил. Половина привил. Прижилось. Половина нет. Ну и еще руку надо набить и морду тоже. Вот. Ну ладно. Всего вам хорошего. Здоровья. Так что. Ой. Ванев много. А здоровья уже маловато. Тут я пропустил немножко. Вот сказал, что сотню сарсинцев рассадит по деревне. Говорились. 200 кисточков у вас заказать. О-о-о-о-о. Вот. Пожалуйста, пришлите еще выбрать можно. Или поедем у вашего, где банки там. Значит, здравствуйте. Теперь слушайте сюда. Доброе утро. До того. Вот. Что-то посмотрел по году. У вас там аномалия намечается. Завтра плюс 9, 10 передают. Так. О, нет. Это я залез в февраль. Это мы слушать не будем. Это прошлогодний снег. Так. Итак, мне что у Николая понравилось. То, что он собирается рассадить по всей деревне раз. То, что у него их 60 с чем-то получилось. 57-то готовых сарсинцев два. То, что никакие заморозки их не повредили. А где пробовали кля есть, то ее поели муравьи. Ну, это нормально. Просто бито в голову людям все наоборот. Поэтому муравьев ненавидят. Спасибо, Николай, за эти сообщения. А мы поехали. Значит, мы сейчас эту передачу можно было бы назвать «Воспоминания о будущем». О воспоминания о будущем. Почему? Потому что вы приходите на рынок, вы увидите фотографии. Там яблоки размером с футбольный мяч. Вот такой вот. Там эти самые. Виноград вот такого размера. Вот такого. Вот. А вы все это берете, не вы, ваши друзья, а родственники. Вот. И все кому не лень. И получается, что в результате садов-то и нет. И сейчас мы постепенно к вами подойдем к причинам страшной катастрофы, которая случилась на Медне. Есть такое русское слово «Намедне». Значит, смотрите, почему я говорю не сразу, а постепенно, такая ступенчатая. Вот эта вот фотография сделана в 2007 году. 17 лет назад присутствовало телевидение. Сотни из вас видели эту передачу. Она у меня есть. Записана. Так. На этом дереве, а это название официально «Академик». Плоды 100-граммовые. Украдена эта фотография сотней мошеннических сайтов. Ну, а что, почему не украсть такую красоту? Да, это еще не все. Значит, далее я стоял возле этого дерева, разлагольствовал. Шутка ли? С Красноярска приехали. Такую даль. Снимать меня. И говорю, вот видите, вспоминайте. Вот, говорю, суховечка, видите. Ну, понимаете, это такая роскошь. Долго, наверное, не проживет. 24-й год. Вчера что я сделал? Я вчера снял кино. Про это же дерево. Страшно выглядит. Избито морозами. Там даже в дупле муравейник завелся. У меня почему аналогия такая проскользовала? Там я рассказывал про муравейник. Прям в дупле на этом дереве. А ему уже за 30. Вот. Муравьи. И тут Живалдина присылает мне рассказ. И как раз про муравьев. Как муравьи съели тлю, которая убивала. Не убивала, но, мягко говоря, портила его саженцы. Поняли, да, аналогия? Но это не все. Вот. То есть я ошибся. Я Железу сделал страшную ошибку. После того, когда я сказал, что это дерево погибнет, я, конечно, с него возьму веточки, я снова привью. Я выращу еще одно поколение. Оно живо сейчас. Кто вчера не смотрел, ну как смотреть в глаза. Кто вчера, я же видел этот самый мой фильм. Я стоял возле этого, в этом мазушке. Это академик. Вот. И он классическое дерево. Так. И еще показал на нем, пусть немного, там сейчас на нем всего несколько десятков вот таких вот плодов вот такой формы. Помните, да? И я прикинул, что какие они будут через месяц-полтора, когда созреет. Если они сейчас такие огромные. Вот. И рассказал вам. А потом подумал. Ну, сколько можно вам морочить голову? Кто сказал, что у вас будет все то же, что у меня? Во многих местах, даже более южный, климат настолько своеобразен, что даже об этом мечтать невозможно. И я сегодня проявляю максимальную объективность. Расскажу, что нам мешает прийти, чтобы таких садов было не все, но, по-моему, как можно больше. Вот. Убрать хотя бы простые причины, которые действительно не дают развиваться. Ладно, там аномальная весна, как в этот раз, как елки-палки. Они в любой год колечат деревья, и деревья гибнут. Итак, фотографию посмотрели. Я нашел фотографию, я называю переходный период. Видите? Вот. Эту фотографию я делал где-то Ильяна Александровна Савельевича рядом стояла. Нет, нет. Раньше, 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 раньше. На пару-тройку. Потом я вырастил еще поколение. И Ильяна Александровна Савельевич. Ну, кто кого украшает? Посмотрите. То ли эти плоды ее украшают, то ли она украшает плоды. Видите? Это уже 120 грамм. Вот. Они уже чисто круглые. У меня таких фотографий много. И они, казалось бы, вот к чему надо стремиться. Вот. Правильно? Нет, неправильно, ребята. Значит, сейчас я хочу, чтобы вы поняли одно. Я уже... Тут две темы. Первая – это сверххрупные абрикосы. Они вегетативные гибриды. Их не может быть никогда. Да? Это то же самое, как в фильме про это самое. С Бичуриным в лицо говорили, что этого не может быть. А он держал в руках плоды. И мы говорим, этого не может быть. А у него в руках плоды. И вот этих плодов, на тот момент, а это самые крупные были, их не было больше нигде, никогда на планете. Вот этому дереву надо было табличку на него повесить. Так? Вот. Чтобы я не имел право его спилить. Я таких спилил два. Вот что, ты не держишься из-за сердца? Нет, а? Ладно, не верьте. Разве мог железо спилить? Я снова спилил. И Чернобаев такое дерево спилил. Вот. Ну, это... Выражай большой. Газон портил. Куда ему столько? Не знал, что с ними делать. Поняли, да? И он спилил. Это реальная жизнь. А в то же время, их больше нигде, на тот момент нигде нет. И тогда я рассказал себе. Вторая тема, это уже попутно. Ирина Александровна Савинич, без пяти минут, кандидат наук. Что даст ей это право? Значит, внешность благоприятная. Так назовем. Раньше мы назвали смазливая. Извините за такое сравнение. Раз и диплом. И, значит, язык. Я слушал ее интервью. Наслаждался, когда она интервью об Акадском радио давала. Вот. И первая, готовая, значит, она готовая, готовая, готовая. Если она стала бы ведущей крупного телеканала, чтобы миллионы научить. И вот эта, когда она, если она сейчас ее возьмут на этот канал, усадьба, ей дадут 20 флаконов, она должна бы сегодня вот эти 10 флаконов рассказать, что без них дерево погибнет. А на следующий день 20. А там еще 20 подвезут. Вот. Вот это она должна была выполнять роль. То есть, абсолютная обираловка. Есть такое руслое слово. Ой, я сейчас скажу слово наебка. Нет, не говорил. Вот это и происходит. Значит, там ей пока не светит. А вдруг где-то кто-то там, олигарх, то все, чуть ли не новый канал организует, вложит в это там 100 миллионов рублей новый канал и скажет, ну, научим людей. Вот это будет в всех садах. Вот. То есть, ведущийся раз, научный садский институт. Вот сколько я помню, я говорил, проверить это, 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 это. Это кончится чем? Будет отменено это, 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 это. Это вся агротехника будет отменена. А новая агротехника, и считайте, в саду проще ничего делать не надо, она сама растет. Вот. Но это надо доказать на новшем уровне. Значит, товарищ садский институт, ректор, директор, вторая. И, наконец, это я попутно говорю, а вдруг где-то зацепится. И, наконец, третье, это, значит, вуз. Если бы стала ректором вуза, высшего учебного заведения, тысячи студентов, во-первых, пошли бы туда уже с охотой, и мы заранее объяснили, что они выйдут оттуда настоящими специалистами. Я вам этого не говорил. Я разговариваю, у меня круг обширнейший. Я разговариваю с руководителем научного учреждения, ну, среднего типа, конус. Я не говорю, какого, у меня, я говорю, обширная связь по всей России, не только России. Ее ответ. Вся милиция у нас закончила, это, учится и получает дипломы. Я говорю, они что, все садоводы будут? Нет. Им надо для карьеры. Вот что есть, то есть. Итак, третий путь, это научить тысячу студентов, готовый ректор. Вот. Вы выбирайте, господа, чиновники, выбирайте Академию наук. Вот перед вами чек, это самое, я ее называю штучное изделие. Специальная подготовка, двойная. Я поздравляю ее, когда захочет, она получит этот диплом, или как он называется, степень. Я ее профессора Матвееву поздравляю, что у нее такая, что она такая, как говорит, пригрела, не пригрела, но у нее такая ученица уникальная. И себя поздравляю. Теперь так, когда она закончит этот самый, нет, поступит и будет проводить первое выступление пленарное, или как там, в зале всех курсов, все до единого, первый, четвертый, пятый, четвертый, пятый, все равно переучивать надо. Она первые слова будет. Значит так, запомните это. Все, что я сейчас буду говорить вам о новых направлениях, вы все это слушайте, записывайте и не верьте ничему. Все остальное, все жизнь вы посвятите тому, чтобы все это опровергнуть, чтобы сказать, нет, этого не может быть. Поняли? Почему? А что вы нам тут такую мелочь показываете? Ну, кто умный, тот поймет, я к чему, к чему это сказал. Теперь так, начинаем с нуля. Почему? И так случилась страшная, страшнейшая весна, на этот раз весна. Потери в садах небольшие, нет, они огромные. Вот. Почему? Я как паук в центре паутины. Белоруссия, Украина, Казахстан, везде одно и то же. Значит, меньше всех пострадали. Мои. Ну, как правило, мои ученики пишут и говорят, что оттуда мертвое, ваше живое. Оттуда, как правило. Вот. Или вспомним, Иван Федорович, это самое, твоя работа, что у тебя там мои эти же самые сенцы померзли, а потом от корней все равно вылезли, как ни все в ней бывало. То есть попробуйте вы мальчурский абрикос убить, замучитесь. И такое было. Я вот эту фотографию, я когда делал, вот фотографировал для рекламы вот эти вот косточки, да. А вот он сообразил, взял, поставил сверху банку с этими, а это королевские, это самое, это старая банка. Это они тогда были самые крупные. Вот. И у меня получился шикарный шоколад. По двое, прямой. Так. И сейчас надо нам вернуться частично назад. То есть нам нужно, чтобы в наших дачных садах, про сады промышленные мы поговорим, горькую правду узнаете. Но мне хочется пока про наши дачные сады. Это наше будущее. Почему? Нет, скажу сейчас. И так, ведет заседание президент России. Так. Вот, наконец, я увидел министра сельского хозяйства. Сидит симпатичная женщина. Наверное, далеко министра в дуракане, кого попало, не поставят, правильно? Вот. Но вот от этой тенденции они освободиться не могут. Ну, никак. Вот я был бы президентом, и передо мной, а я в уме-то уже знаю, что мне пришли лапшу вешать. Знаю. И все равно мне будут вешать лапшу. А у нас было в планах миллион восемьсот тонн яблок. Это... С тревогой президент спросил, а что дальше? Ну, план, конечно, мы не выполним, но полтора миллиона получим. Остальное за границу нам поможет. Ну, уже точно. Вот, знаете, я когда за границу нам поможет, я сразу вспоминаю Остапа Бендера. Ну, кто еще помнит нашего незабведного этого, турецко-подданного? Вот. Остапа Бендера за границу нам поможет. Это от него пошло знаменитое выражение. Поможет. Когда выступал два года назад, у нас тоже было плохо все. И три года назад. И вот стоит в яблоньем саду наш российский фермер. И говорит, к нам приводит... И вот эту цифру 40, это я узнал от нескольких человек, что 40 обработок за лето. Вот. И он тоже, оказывается, эту цифру называет, но не то, что я когда-то ему сказал. Видимо, она, ну, как бы на слуху, что импортная продукция, это 40 обработок за лето. Не важно, там яблони, груши, слива. 40 обработок ядохимикатами. Представляете? Вот. Он говорит, ну, мы хотя бы 20, что должна была министр сельского хозяйства сказать. И вот это, ничего никакого не будет. Ну, вот еще сказал, вы попробуйте цену, чтобы не подняли. Чего смеетесь? Не поднимут цену? Хотя это будет горький смех, а? Поднимут или не поднимут? Это, к зиме и так далее. Вот. Если кого-то, я бы услышал, то уже поднимают. Так вот, сейчас что? Значит, она красиво все рассказала. А кто она была до этого? Животновод, эколог. Вот. Непонятно. Я сейчас не знаю. Уйдешь, езжу, биографию, наверное, это узнать несколько минут. Но самое главное, что она должна была сказать? Что однажды была сделана страшнейшая ошибка. Несколько лет назад, 5-10 лет назад. Ее возглавляемое, ее опекаемое Министерство сельского хозяйства приняло направление на переход на клоновые подвои. Эти яблоневые, сейчас есть церковь о яблоках идет. Эти клоновые подвои, я сейчас не буду расписывать, я к концу разговора, вы поймете, если бы я начал подробно, некогда. Это страшнейшая ошибка допущенная. И вот сегодня, сейчас, в этом году, когда случилась вот эта страшная беда, Украина, Белоруссия, Казахстан, Россия, вся Западная Европа, вот, вот тут бы за часа, за это, должны бы уже пороть тех, по крайней мере, словами, тех, кто придумал это, который позарился на южную технологию. Ах, они ведь там столько яблок, что и не видно даже в этих самых листьях. А мой закон Железова, только от количества площади листьев зависит рожай, точка. И вот сейчас, когда эти листья подохли к чертой матери, где будут ваши яблоки? Откуда они возьмутся? Ведь самое интересное, впервые произошло следующее. Всегда у нас было так, мы всегда боялись, почему нет у нас абрикосов? Во многих регионах, ну, прям как цветение абрикосов, а попыток было миллионы, и на рынке абрикосов миллионы, и не такие уж они, кстати, слабые, они такие уж они не морозостойкие, они достаточно морозостойкие, вот в чём дело. Но как цветение, значит, это, нет их. Цветы гибнут, выражая нет, и руки у людей опустились. Многие по 10-20 лет выращивали абрикоса, и даже не попробовали его на вкус, хотя деревья худо-бедно, но живы были. Вот сюда чё дошло. А почему? Листьев не было. И так год за годом, как абрикосы, так заморозок, как абрикосы, так заморозок. Цитата из книги, прочитал её ещё, когда только сюда приехал, хотел абрикосами заняться. В самых развитых странах промышленным производством абрикосов плодоношения из 10 лет, 2-4 года. То есть год, значит, вырастили абрикосы, наелись, заработали на них, 2 года зубы на полку. Опять проходит ещё год, опять абрикосы, и опять год-два зубы на полку. Это развитая страна, это там, где они и где их родина. Это из книги, которые мне дали почитать. И вот, впервые случилось следующее. Не только что абрикосы отсвели, у кого они ещё были, яблони, груши, самый разгар цветения. Но это намного позже. Это когда листья уже сформировались. И вот зелёными листьями на них ударил мороз минус 5-10. Достаточно, чтобы зелёные листья были убиты. У меня есть фотография, я не готовился к этому разговору, оно всё спонтанно. Я имею в виду подробно говорить. Я вам потом покажу несколько своих жутких зим. Мы всегда попадали на цветение абрикосов. Пропускало зубы на полку уже железа, абрикосов нет. Из трёх лет последнее правило. Урожайные, слабо урожайные, без абрикосов. Урожайные, слабо урожайные, без абрикосов. Всего хватает. Но тем не менее, тем не менее, это же... Деревья-то живы. Минус 5, минус 10. На цветение абрикосов. Да и листья-то у яблони, у груши, слив спят. И ни хрена им из изображения не делается. Листья спят или только-только проснулись. А тут бах, на зелёные листья упал мороз. А потери страшные. Что мы будем делать? Одно из дальнейших направлений. Наша песня хороша. Начинать сначала. Почему? Самыми надёжными оказались. Какие? Внимание, маньжурцы. Жордели тоже, но они не так распространены. Итак. Теперь мы переходим к конкретным примерам. Всё, что я говорил, это... Вы понимаете, что это она... Не помню ни имени, ни фамилию. Это милая женщина. Это министр. Самому Путину должна была сказать то, что я сейчас сказал. И то, что бронё, что не будет никаких полтора миллиона тонн. Чтобы в самых главных регионах, где есть промышленное, у нас ещё сохранилось промышленное производство яблок, потери страшнючие. Нет там ни хрена. Но если ты приходишь к президенту, и он уже успокоит. А потом дать задание и закупать огромными партиями 40 обработок. Ну что, здоровее станем? А потом говорят, нам нужно поднимать медицину. Конечно нужно. Ведь кто-то этих всех миллионных людей, этих отравленных лечить-то надо будет? Вплоть до онкологии. Я ничего не привеличил, друзья? Вот так стоит. Вот так она должна была разговаривать с ним. А как она будет говорить, если она новоиспечённый министр, ничего об этом понятия не имеет? Тогда ей надо иметь заместителя. Я на себя намекаю. Только мне там не светит, потому что у меня характер жесткий. Когда-то в Норильске плакали от меня и директор завода, и директор комбината во время аварии. Вот. От простого старшего мастера. Почему? Потому что нет почтения, как там. Почтения нету. Ладно, Маяковского не будем. Но тогда хотя бы Савинич. О! Это ж поняли к чему. Чек, который уже меньше, чем на это не согласится. Я, у меня есть подборка фотографий. Эх, опять нет. Там, где она вырастила абрикосы. Ну, в моем саду нам вырастили... Откроенно, честно. Вырастили мы вместе. И там есть фотографии с молодыми абрикосами. С первыми плодами. Вот. А как должны заканчивать вузы, студенты их по Железову? Я бы об этом сказал. Потому что это не шутки. Это надо было сказать. Я бы, будучи, допустим, министром, замминистра сельского хозяйства, я бы сказал следующее. Каждый студент, поступая в вуз, получая одну сотку, две-три сотки, он может засадить их, купив на рынке эти самые яблоки, груши и абрикосы. А к выпускному году комиссия должна уже попробовать. А так как все это сдохнет, он никогда не получит диплом на их или с ним. Кому-то же пустой. А вот другой поедет куда угодно, к Железову, поедет к Латинковым, поедет туда, привезет оттуда настоящие семена, настоящие. Вырастет, привьет, вырастет и будет комиссию угощать вот так. Вот она пятерка. Вот. Вот это когда-то будет. Но эти президенты об этом не знают. И такого, именно такое направление, именно такую программу обучения никто не знает, а сами не знают. Хорошей тебе дороги в светлое будущее. Потому что когда я вижу красивые фотографии, стенды великолепные. Вот. Наша Елена умеет делать шикарнейшее, уникальное по селу. И ею торгует. А я сижу где-то, смотрю на фотографию компьютером, я бесюсь. Еще год потерят, еще год потерят. Она может заработать, а страна потеряет эти годы. Я не могу по-другому говорить, уж извините. Итак, Жердель, полукультурный. Город Мелитополь, Сибирь. Так вот. Получилось следующее. Пробали размножить. Это просто лоскодекция, чтобы вы понимали. Все жердели доедены, все саженцы на продажу. Были выкуплены. Приготовлены к отправке. Хорошо упакованы, корни, все как положено. Только не одна сотня. Это уже двух-трех летки. Значит, денег не прислали, за ними не приехали. Это оказалось в костре. Сегодня так. Об этом знало, на тот момент меня лучше знали. Здесь больше просмотров, там тысячи тысячи. Вот. Еще когда они, еще до костра, уже знали. Ни один палец о палец, ни один, это, ухом не повел. Раз. Вот. То же самое рассказывал. Вы представляете, сколько здесь манджурских абрикосов. Подвойные. Расли, перерасли. Такие продавали, вспоминаем рекламу. От трех тысяч, от трех пятьсот до двенадцати тысяч. Вот такие продавали. Вот. Может, у них купили. Конечно, там все это херня, поделки, не настоящие. А настоящие, вот все это в костре оказалось. Видите? Дальше растить невозможно. Никому не нужны. Вот. Поняли, да? Вот это тоже в костре. Вот. А это уссурийские груши. Настоящие. Это, я горжусь тем, что я единственный, кто занимается профессионально, имея настоящие уссурийские груши. Не просто полукультурные, которые используют на подбое. Потому что это в самом расследовании в мире. Все это тоже в костре. Но душу отвел. Теперь давайте поспокойнее. Значит, меня спросила Алина Александровна Савельевич. Ей надо было саженец выслать. Кому-то, друзьям, не друзьям. Она не торгует еще саженцами, но я убеждаю. Торгуй, торгуй саженцами, торгуй. На одной поселении прокормишься. А вы знаете, какие заработки у наших аспираторов. Вот. И вот она спросила, а можно транспортную компанию в горшке? Я нашел одну из фотографий. Вот. Они у меня учебные. Я сказал, нет, нельзя. Они отказываются принимать. А заодно говорю, пятнышко видите, смотрит на юг. Пятнышко видите, его нельзя закапывать. А то по прививку, выше прививки и прощай. Ведь в ходу все эти советы. Поэтому я воспользуюсь случаем, чтобы сказать, пятнышко перед выкопкой обязательно. Вот. В горшке. Последний саженц он продавал. Это осеннее. Это старая фотография. Последний он продавал еще сегодня. Где-то в первых числах июля. Обрезка третью часть отрезает и вручается к клиенту. Ну, с такими корнями ничего с ними не случится. Вот. Теперь Татьяна Александровна Железова. Эту снимок я делал буквально вчера. Я снимал кино. И сказал, давай помаши людям лапкой. Вот. А меня достают. Вот. А вот это настоящая работа. Вот. Это не Италия. Это не Эмираты. Это вот так лето проходит у моих детей. Вот. Ну, зато штучное изделие. Потому что из каждой сотни проданы 99 перекупщики. Из каждого миллиона 999 тысяч перекупщики. Вот это настоящая работа. И, наконец, чтобы меня не доставали дальше, кто-то отсюда выйдет. Продажа на месте рассылка. Сергей Валерьевич и Татьяна Александровна Железова. Вот. И я даю только один телефон. Потому что она на связи. Сергей мало того, что питомник. Он вынужден, чтобы справиться с ипотекой. Долгами и прочее. Он еще и на хране по 12 часов на заводе работает. Можете его больше за это уважать. И, наверное, если бы кому-то это надо было бы, он с его опытом. Вот. 20 лет у него стаж. У меня 40. У него 20. А это что? Хухры-мухры? Вот. И уже мог бы и так же пройти весь этот путь. Вот. И вот это самое. И ведущие. Вот. И в институт, и в университет, и вузы, и в НИИ. Вот. А пока вот такая жизнь. Надо торговать саженцы и выживать. Вот телефон, на который ответит Татьяна Александровна. Вот эта вот девушка. Так. Это по ходу. Вот. Теперь. Позвращай к жерделям. Как в деле. Вот это, когда снимала телевидение. Вот. В общем, в общей сложности. Сколько раз повторять. Прививка на разстойкой в Маджурис. Прошло время. Нужны ли вам вот эти вот плоды. Именно такие. Мелкие. Невдачные. Вот. Тут сейчас расскажу, почему я к этому возвращаюсь. Дело в том, что есть кислинка. А если кто-то из вас, когда компот и варил, самое жуткое на свете компот из сладких абрикосов. Вот. Уверяю вас. Мне приводило. Приходилось разводить пять раз. Чтобы эту лишнюю сладость убрать. Пить невозможно. А вот это вот жельдель. Вот она. Вот это настоящий компот. А кушать того, что вы видели, с дерева упало можно? Можно. Сколько раз съедите? А это всего год-два будет погребе лежать. Так вот я еще к чему это говорю. Можно. И сейчас еще целая банка жельделя у меня есть. Вот этих кусочек. Хотите иметь это. И где я там был, где я там был. Вот это вот. Вот это вот. Я следил. Три года он растил. Он посадил семена. Прививать не стал. Как на продажу. Вот тебе и продал. Все оказалось в костре. Потому что непорядочный человек. Все. Все. Копайте. Завтра приеду. Приехал. Все это оказалось в костре. Так вот. Ни один из них. Три года я следил за ними. Ни один из них. Ни одна веточка не подмерзла. А ведь это херсонская. Как это случилось? Ребята, это учеба. Я же не просто вас. Это рекламу купите с протянутой рукой. Нет. Это вы должны за мной бегать. Вот это манджурский абрикос подвое. Передались качества. Манджурский абрикос. А почему у меня, Жальдаль, с Украины, ни одна веточка не подмерзла? Что за три зимы не было, что ли, возможности подмерзнуть? А? У нас кажутся, что это зима 40 градусов. Так. Понятно, да? И вот тот самый случай. Еще раз, чтобы потом не возвращаться. Вот. Компания. Широ едут два автомобиля, по пять человек. Огромный крюк сделали. В это время саженцы не продавались. Вот. Почему? 25 июля, середина лета. Вот. Согласны? Вот. А просто ехали. И ведь надо же нам только посмотреть. И у меня в гостях два авторитета. Серьезные люди. Серьезные. И вдруг подъезжают две машины, 10 человек. Мы едем в Ширы. Мы огромный крюк сделали. Умоляем. Вы представляете? Кто-то называл шифру 600 километров крюк. Не знаю, откуда они ехали. Широ, это чуть ли не всероссийский курорт знаменитый Широ. И тогда, значит, я их повел в сад. Был урожай. Это было 10 годами раньше. Урожай был такой же. Почему? Обходить пришлось. Там дальше Королевский абрикос угостил. Все в шоке. Все от зависти готовы это. И вот этот случай на всю жизнь. Я говорю, у меня есть рассказы, как бы сказать, лекции. А есть около садово рассказы. Проходим мимо этой. Вот лежат так же. Ну, поменьше. Если здесь 40 ветер лежало. Но они не сразу падали, постепенно. А вот. Телевидение снимал, да. Это было позапрошлым году. В 22-м. А тогда, 10 годами раньше, лежало, ну, может, метр 5-10. Кто их считал? Я же их не собирал. Я же их не ел. И я... Они же для меня кисловатые. Я их не ел. И я их не... Это самое... С косточками не торговал. Лежат, не лежат. Ну, вот, привез. Ну, а теперь вот место занимайте, все. И вот кто-то из них, проходя, после Королевского, взял и поднял. А можно попробовать? Еще. Все равно валяются. Попробовал. Второй попробовал. Третий. Господи, какой был восторг. Я ничего не преувеличу, друзья. Какой был восторг. И потом... И вот тот момент, я поймал вот этот момент. Я говорю, напробовались? Собирать будете? Будем. А теперь мне от вас нужна правда. Встали к руку. Встали я... Очень жалко не было. Фотоаппарата не было этого. Видеокамеры. Я говорю, поднимайте руки. 12 человек стоит. Кто за то, что самый вкусный... Не сладкий, самый вкусный абрикос королевский. Тишина. Кто за то, что жердель самый вкусный? 12 поднятых рук. А можно даже 24. Вот. Вот это и есть истина. Еще не все сказал. Смотрите сюда. Значит. По поводу... Именно... По поводу... Именно... Вот таких случаев. Тоже рассказ. Чернобаев лимонку с плоды яблони лимонки привез на выставку. Была выставка. И была дегустация. Его лимонка заняла второе место. Я бы ей дал бы 52-е. Я бы... Кислинка. Ну, лимонка. Вы знаете, когда при слове лимона всегда выделяется желудочная кислота. Вы знаете об этом, да? Вот. При слове лимонка. Ну, то есть, я бы даже не понес бы на эту. А вот занял второе место, получил набор посуды. У-у-у. Это самое. Цветет и все. Лимонка. А почему? И тогда я вспомнил рассказ одного из журналистов, журналиста, который записался вторым этим экспедитором, где-то на юге. Ну, скорее всего, на Украине. Память подводит. А рассказывал, напечатан в газете. И они поехали на север, примерно в район Курска-Орла. Где-то так. Вот. С целью продать целые ящики, целую большую машину с этими. Торговали прямо на рынке. Чуть ли не килограммами. Ну, то есть, подъедут, налетая подешевела. Вот. Значит, у них получилось так, что они давали каждый плод пробовать. То есть, люди брали нож, отрезали, пробовали. И у них получилось, что в одной области раскупили... А там было два сорта. Число-сладкий и кисло-сладкий. Вот. И в одной из областей раскупили это самое... Кисло-сладкий. Чем очень удивили журналисты. Это не я придумал. Это рассказ, который у меня... Память врезается. У меня особые мозги. Вот. И тогда, значит, он был очень удивлен. Ведь они же с кислинкой. И что теперь делать со сладкими? Они берут. Повезли в другую область. Ну, килограмм за 200-300. Видимо, там другая... Другая колодезная вода. Еще что-то. Другое место... Тогда меньше было такого понятия, как... Как сейчас. Это было, ну, получается, лет 50 назад. Вот. Тогда меньше было эти самые... Переселение народа. Короче, там народ был другой. Там, наоборот, раскупили сладкие. Вот. И вот, чем он очень удивлялся, и меня удивил. И тогда понятно стало, что есть понятие сладкие, а есть понятие вкусные. Поняли, да? Это же касается и... Моих этих самых. Вот этих, вот этих, вот этих. Вот это касается вот этих самых. Вот. Сладкие не назову, но 12 поднятых рук против моей одной. 13-го. Так, эту тему пусть еще раз повторился. Но, после этой страшной беды, мы должны возвращаться к скромным сортам. Скромным сортам. Скромным сортам. Идем дальше. Так, теперь мне нужно что, чтобы вы меня на минутку отпустили подогреть. Потом много будет полезных вещей говорить. Вот. Дайте, я схожу, поделю чаю. И вот. У меня такая судьба. Все время что-то пить. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 Спасибо большое, спасибо. Пожалуйста. Клянусь Богом, я и не подговаривал. Это у меня так с неба все складно. Складно складывается. Так. Немножко меня перебило. Или тут как сказать? Налетай подешевело. Идем дальше. Последние кусочки. Видите, помните, я вам показывал полную банку? Сработало, сработало, да. Начали заказывать. Но еще больше полбанки. Как видите, кусочки очень крупные. Плоды были очень крупные. Но это смесь. Здесь несколько крупноплодных сортов. Что вот это такое? Черемушки. Мелена. На черемушках у двух человек растут мои абрикосы. Про пианиста я уже вам это все пришел. А Мелена вы еще не знаете. Я обнаружил, что Александр Савинич узнала, когда она у нее снимала квартиру, с удивлением узнала, что у нее растут мои абрикосы. Урожаи были сумасшедши. Урожаи были сумасшедши. И когда у меня получилось так, что... Ну, в прошлом году, мягко говоря, у меня урожай был, но в 10 раз меньше, чем позапрошлый год. Ну, вот так же, как вот, примерно вот такое соотношение. Видите? Вот так же. И я все по-честному. И тогда я поехал к Мелени, заказал и сказал, ну-ка, собирайте. У нее уже как? Продавай, что хочешь, делай, котики мои. А продавай хорошие, а мне перегнемся еще больше. Вот это вам осталось. Что здесь особенность какая? Рядом на сотне метров ни одного плебея. Поняли? А то вот дичок вырастет, вот дичок вырастет. Так, посмотрели. Это все, что ждет вас до осени. Почему? Потому что начнется осень, все будет сначала. Например, если я цену поднимать не буду, то все равно это будет практически в два раза дороже. Так, теперь еще раз. Лена Александровна спросила, как отправлять крупноплодные, крупноразмерные абрикосы. Или там, может не абрикосы, но в общем тебе нужно было слать кому-то там, друзьям, саженец. Вот. Значит, спросила советы. Я уже вверху показал. Горске не принимает транспортная компания. Остается по ссылке. Вот. Это двухлетки. Дальше мы их не растим. Видели? Помните костер? Дальше мы их не растим. Вот. Сжигаем. Но на этот момент, на этот момент, когда он будет укладывать здоровенные, они не самодельные, вот эти посылки, картонные, а специальные заказы, это к тому, чтобы они думали, все дорого. Вы представляете, сколько забот тут? И какие расходы требуются? Поехать по бокам, заказать коробки, получить, заплатить, привезти, они же место занимают, и так далее. И вот тогда получается следующее. Теперь головная боль. Отрезается минимум половина, но не только, чтобы коробку засунуть, а чтобы у вас не было соблазна посадить необрезанный. Необрезанный саженец, инвалид. Я потом буду пальцы загибать, мы к этому еще подойдем. Надеюсь, успеем. Вот. Итак, Лена Александровна, это вам и всем, кто будет, а, будущим торговцам, торгашам, как правильно. Вот. Всем говорю, вот так вот делается, и наконец, получается вот так вот. Значит, каждый корень заворачивается в мокрую тряпку, никаких хитростей, никаких, никакой болтушки, глины, дуль собачьей. С глиной потом садят, знаете, я всегда удивлялся, ну, немножко думать-то надо, когда в глина запихают, потом эта глина остается в качестве толстого слоя, потом прямо с ней аккуратненько садят, все понятно. Вот. Сейчас это самое, знаете, что сейчас написала Лена Александровна? Оказывается, не Милена, а Миланья. Ой, хорошо, что она не смотрит на мои передачи. Ой, опозорился бы. Миланья, Миланья. Благодарю вас, Миланья, за эту банку. Благодарю. Вот. Это, видите, Александр Александровна смотрит передачу мою. Вот. Идем дальше. Значит, половина отрезается, с той целью, чтобы лучше прижилось. Раз. Заворачиваться в мокрую тряпку и полиэтиленовый мешок. Все. Проверено. Смотрим на дату. Ну, я из, то есть, Эллина Александровна, ну, тебя один садится отправить, да? Ну, мне же надо все это превратить не в шоу, нет, а просто в учебный фильм. Вот он. 8 октября последние листики отваливались. Дальше тянуть нельзя, потому что у меня же были случаи. Да, Европа, Европа. А человек приезжает в сад, а там метровый снег лежит. И такое было, и в Европе такое бывает. А как подводить человека? А потом, а что, а я-то много лет высылал сам, я лично железу, я лично 20 лет, ну, ну, 18, я высылал саженцы. И когда приходят, а что мне делать? Вы прислали, а не это. У меня полметра снега. Ну, это уже следующий вопрос. А пока отвечаю на этот вопрос. Итак, 8 октября, это крайний срок, почему? В Европе 8 октября, это просто тепленькая осень. Как правило, как правило. Это бабе, лето, приживутся только так. Вот. И, пожалуй, все сказал. Вот это самое главное. Вот на такие саженцы практически никто не обижался. Один случай, я рассказывал, страшный был. это когда женщина страшной обидой, которой не понравились саженцы, не понравились корни. А Сатяна Александровна не умеет посылать. Не умеет, и все. Она звонит мне, плачет, да что такое, я уже не сплю, я живу на таблетках, а она опять звонит, а она опять звонит. Вот. Я говорю, отправляй ко мне. Теперь я не сплю таблетки. Это было. Прошел год, и вот человек звонит мне и ей. Вы знаете, извините меня, прекрасно прижились, уже метровые приросты, но ведь нервов-то не вернешь, она что, не знает этого? Но это у меня обида говорит, потому что жить в этой атмосфере. Самые страшные люди, я бы советовал бесплатное молоко давать за вредность, есть такая шутка. Хотя молоко за вредность дают, металлургии дают, вот. Значит, человек, который высылает шивые, паршивые саженцы, вы представляете, каково ему потом отбиваться от этих злых, обманутых людей, которые палки получают, палки. У меня десятки фотографий, мне же потом присылают фотографии этих палок. Это ужас. Вот там, да, вот там самая страшная профессия, там действительно, там надо давать им вредный стаж, чтобы в 40 лет уходили на пенсию, и если доживут, это те, которые десятки, сотни обманутых людей, разочарованных, требуют обратно деньги, требуют повторно высылать, они, знаете, потом палки присылали один раз, а потом говорят, хорошо, тоже палки присылают. Вот это жизнь, а вот это перед вами то, чего можно гордиться. Идем дальше. Ну, это, знаете, я просто его почти мордаю фотографию. Почему? Ну, вот, жил-был пес, никому не нужный. Пришел, и весь вид говорит, я буду охранять, только покормите меня, не выбрасывайте меня. Вы посмотрите. Это просто, ну, как бы сказать, такое лирическое отступление. Мы сейчас только о грустном, об обмане, а тут вот кусочек жизни. А это есть питомник, который надо охранять, видите? Вот, теперь одно из самых жутких вещей, ну, мы вебинар 7 лет проводим, может быть, 5-6 лет назад кто-то помнит вот эту фотографию. Знаете, у меня получается рассказы, А так нельзя, я скажу, вот покупайте они съедобные, выращенные скоточки, все. Я действительно мог бы за один семинар, не 291, а провести и все. Но уже мы все забыли, поэтому было 7 лет назад, повторяюсь, случай особый. У меня это случай двойной, там справа росла это самое, ее потом выпили, сдуру, росла уссурийская груша, она съедобная, и вот, а была несъедобная, и вот этот вот манжурский абрикос, их два, второй просто не видно здесь. Вот, я посадил на территорию соседа, и вот, я их хотел потом привить, привить не успел, вся вот эта территория, там, 340 деревьев, а, еще помню, в 90 прививок сделал, но это в другом месте, я их использовал как полигон, мне только бы приткнуть черенок, приткнуть, приткнуть соседям, они только радуются, я нигде условия ничего только, а, нет, условия ставил, я потом буду черенки брать, если мне понравится, и вот так мы сотрудничали много лет, но и то было с поколения, которое начало уходить, понимаете, вот так бывает, но получается так, еще жива хозяйка первого поколения, вот, старик уже умер, ладно, она еще жива была, первый год падают плоды, никто их не собирает, я захожу, калитку тогда не забивали, это сейчас красноярцы ее забили, ну, чужие люди, а тогда не забивали, я захожу, поднимаю плоды, невкусные, тем более я привередливый, у меня, когда повышенная кислотность, такой есть не станешь, и так прошло два года, вот, на третий год, а, на второй год я сообразил, я начал с этими торговать косточками, рядом растет патриарх, рядом буквально 20 метров, вот, а бывало, был такой случай, три ведра всего, но обидно, а это же его родное дитё, и я решил, это, и взял на второй год, собрал на косточке, и до воли, ну, сколько тогда было, ведра два, собрал себе, и собрал, молодец, вот, косточки нужны, уже начал продавать, вот, и всем нужны, и всё по-честному, это вам не эти, не рыночные, помните, от трёх до 12 тысяч, непривитый мальчурец, 12 тысяч, вот, и, а косточки тогда были у меня по 10, по 15 рублей, нормально, и вдруг, на третий год, урожай был побольше, и вдруг я смотрю, моя соседка, я говорю, Тоня, ты что делаешь, а она, два ведра уже стоят полные, а я-то губу раскатал на то, чтобы их собрать, и использовать, продать, это же моё дерево, другое дело, её территория, а формально, а это её дерево, она, Константин, ну ты попробуй, какие они сладкие, мне стало любопытно, я подскажу, вот, третье урожай, а они сладкие, и у меня уже не первый случай, они облагораживаются, есть два варианта, или всё-таки проснулись какие-то гены, от родителей, от дедов, прадедов, и так далее, или второе, рядом-то тут же, напротив же, этот, Манитоба, Королевский, к маму, рядом растут, может, прямые половые связи, которые наука отрицает, Ирина Александровна, когда-нибудь докажешь, что, не сказал слово на букву Б, когда-нибудь скажешь, что, это, докажешь, что половые, прямые связи существуют, помнишь, я тебе показывал твою фотографию, с красными, с этими, красными плодами, сихотеринского, но эти, они же не были красные, они были вот такого же цвета, как они красные стали, а они с гор, значит, оккультуриваться могут не в потомстве, а прямо непосредственно, прямые половые связи, Господи, займись этим, еще этим, ладно, так вот, они оказались сладкими, и мне дорога была перекрыта, то есть, собирал не я, а она, а я только из-за забора вздыхал, что вы думаете, приезжает к ней ее бывший муж, Касованова, я все помню, вот у меня избирательная память, да, я из сотни этих самых, с людей общаюсь, не могу ни одной фамилии вспомнить, вот, я сегодня фамилию Жамалдинова, Жамалдинова специально записал, потому что знал, что не вспомнил, но нету память, а здесь Касованова, это Алексей, на всю жизнь запомнил, изуродовал все деревья, оба абрикоса, но я понимаю, обрезка на кольцо, я понимаю, помните эти страшные раны, когда учила это, я уже не скрываю фамилию, сейчас скажу, Поливкина, 3 миллиона с чем-то, этих самых, просмотров, вот такие раны, и говорит, заживет, а вот эта рана, почему привела, обидно было, страшно, даже не за то, что, а я теперь не могу, собирать, эти же самые косточки, не за это, а просто обидно, это мое, это я, железо вырастил, знаете, как я растил, ее еще 30, 3-4 десятка деревьев, я их посадил, я их один раз полил, еще раз поливал не все, а те, которые струя из-за забора доставала, и больше не подходил, выросли шикарнейшие груши, большая часть была уничтожена, вот таким же способом, этим хасаваном Алексеем, и вот когда я у меня допекло, я к нему, чуть не с кулаками, я говорю, Леша, ты с ума сошел, вот эта фраза, еще раз, почему я еще раз, кто-то слышал ее раза 2-3, вот, потому что она тоже войдет когда-то в хрестоматию, как пример дитяше университета, когда на меня смотрят свысока, так это, а Константинович, он не знал ничего, что у меня к тому времени было 300 публикаций в газетах, журналах, Константинович, ты ничего не понимаешь с удовольствием, слышите, вот, запомни, чем больше режешь, тем больше урожай, вот, а во мне опять говорит эта страшная обида, но главное, я для чего сказал, меняется качество, меняется, ведь я же забраковал его, а соседка потом как, давай собирать, они сладкие, теперь, а он же стал полукультурным на ровном месте, а потом приезжает Курдюмов, я ему рассказываю эту историю, соседи уже, он приехал, для чего, еще раз, умнейший человек, и огромным почтением, Николай Иванович, я потом ниже фотографию покажу, просто к теме пришлось, Николай Иванович, это самое, огромное уважение, а я уже сам пальцы начеркнуть, ребята, какие-то полукультурки, я уже, у меня сидит эта ранец, и я полузабытая, вот, и вдруг он говорит, а вы знаете, у нас, на Кубани, яблоки, если возможно, они имеют вкус картошки, а я у вас наслаждаюсь этими, полукультурками, ранецками, и я его повел к соседу, у меня есть фотография, то же самое, есть фотография, роскошная, красноярского пипенчика, Ирина Александровна, найти надо, там, это самое, там, где ты останавливаешься, в Красном хуторе, у своих друзей, через два дома живет, или жила, нет, недавно видел, значит, фамилия ее, вот что такое, избирательная память, Альшевская, а у нее есть, красноярский пипенчик, а может уже нету, вот, спасает их это, почему, я Курдюмова привожу, к соседям, угощать пипенчиком, дерево, вот так вот, развалилось, потому что, огромное урожай, 30 ведер отборных, не то что из вычашек, отборных полукультурах, это, вылитые пипенчики, пипин, но не зря назвали, красноярский пипенчик, вот, и, а вот такой пень, все, идем дальше, гパи, берем, по excuse, пень, ט, пень, пень, и배, это, как о容ярская, пусть, песенчик,